Наконец-то в нашу местность пришло тепло, но с приходом тепла возникает другая проблема. Перегрев растений, тем более что вот помидоры, например, довольно сильно ослаблены после холодной погоды и адаптируются с трудом. И жира им тоже сейчас особенно ни к чему. И вот эта тепличка показала себя довольно неплохо, выдержала ураганные ветра. И некоторые спрашивали, почему я сделал так, что края теплички просто закреплял кирпичиками. Это сделано специально для того, что вот сейчас, когда наступила жара, я мог бы один край теплицы спокойно вот как здесь взять, приподнять, закрепить и обеспечивать уже полное проветривание теплицы. Потому что, несмотря на то, что открывается и дверка, имеется и форточка вот там, все равно в теплице очень жарко. Вот такую погоду, как сегодня. Сегодня 30 градусов, солнышко печет и растениям очень жарко. Температура доходит до 40 градусов. Если, конечно, не позаботиться о том, чтобы проветривание теплички усилить. И для этого вот один край просто поднял. Делается это очень просто, но это в том случае, что если края, вот как у меня, были закреплены кирпичиками. А если бы их закрепить намертво, например, прикопать и так далее, то уже очень трудно было бы сделать эту процедуру. А так можно обеспечить очень хорошую вентиляцию теплички и растениям будет довольно комфортно. Но помидоркам пришлось очень нелегко в этом сезоне. Я показывал, в каком состоянии они были к моменту высадки. И вот сейчас понемногу они начинают наконец-то оживать. И хотя очень жарко сейчас, им тоже тяжело, но все-таки они становятся немножечко получше. И после того, как они полностью адаптируются, восстановятся, уже будет сделана им подкормка. И надеюсь, они будут расти дальше хорошо. Потому что им очень не повезло в этом сезоне из-за холодной погоды. Многое пришлось им пережить. Даже сейчас видно, что много желтых листьев еще пока осталось. Ну, хотя новые листики подрастают уже зелененькие. Как бы то ни было, вот такая дополнительная, более интенсивная вентиляция теплицы. Она помогает растениям выдержать сильную жару. То же самое приходится делать и для рассады перчиков, которые расположены в парничке. Этот парничок предусматривает изначально такой вариант, чтобы можно края было приподнимать. Здесь делать это гораздо проще. Вот края просто приподнимаем и уже вентиляция там хорошая, внутри парничка. И растениям не так жарко. А вот для этой теплички этого изначально предусмотрено не было. Но тем не менее, это можно легко сделать. Поскольку в жаркую погоду проветривания через открытую дверь и форточку явно недостаточно. Внутри слишком жарко. А сейчас при желании можно открыть даже и вторую сторону. Но она прикрыта, потому что с этой стороны солнышко еще печет. Ну, как бы то ни было, повторюсь, что тепличкой в целом пока доволен. Досталось ей много испытаний. Все, она выдержала пока что нормально.